Ребята, здесь чудесно! Вы готовы к приему гостей? Конечно готовы! Я в шоке, я когда вышла на этот балкон... Есть хлебушек, есть маслица, кексики какие-то, греночки, колбаска, сырок... Наслаждение! Это просто загляденье! Зашли покушать или взяли чебурек... Всем привет, наши дорогие любители Крыма! И путешествия! И сегодня мы встречаем вам из прекрасного курортного поселка Нисхор! Ребята, здесь чудесно! Мы приехали сюда, чтобы провести свои выходные и заодно снять видео для вас, как здесь можно отдыхать! Какое прекрасное море! Какой чистый воздух! Ну, вообще... Дать вам, возможно, максимально полную картину об отдыхе здесь, на южном побережье Крыма! Погнали! Находимся мы на пляже Русалочка! Это знаменитый пляж! В море видим Русалочка с младенцем, с своим ребеночком на камне! Всю легенду про Русалочку я вам рассказывать не буду! Мы как-то делали видео и рассказывали вам эту легенду! Да, почитайте! Очень интересно, кстати! Тебе нравится здесь, Ирочка? Ой, здесь волшебно! Просто волшебно! Волшебно! Ребята, остановились мы для своего отдыха в отеле «Фаворит». Вот он находится! Находится он на первой линии! Приехали мы с Александром! Канал Алексей Часов уже пошел снимать для вас видео! Ну, о том, какие номера в отеле, мы вам расскажем немножко позже! Сейчас мы будем гулять, смотреть! Смотрите, какого цвета море! Оно здесь такое на солнышке! Ну, бирюзового цвета, а дальше темное! Низкая облачность вот там вот вдалеке! Ну, просто супер! Ребята, воздух чистейший! Люди прогуливаются по набережной, сидят на лавочках, дышат воздухом! Это великолепно! Запах моря и запах хвойных деревьев на ЮБХ – это что-то! Здесь особенная атмосфера! Настолько вкусный воздух! Ложкой есть можно, да? Гумя! И сейчас вы увидите! Штормящее море! Мисхор уже готовится к приему отдыхающих! Здесь уже вовсю приводят в порядок инфраструктуру! Пляжи, кафе красят, вылизывают, ребята! Но и без того пока все здесь прекрасно! Но уже открыты магазины! Также вот, пожалуйста, приглашают посетить кафе Кайрос! Завтраки, каши, первые блюда, чебуреки! Сейчас нам девочки, которые здесь работают, расскажут! Вы готовы к приему гостей? Конечно, готовы! Готовы! Вы ждете всех отдыхающих? Всех отдыхающих! Всех доброжелательных людей, да? Да, всех! Ну, давайте мы пройдем и покажем кафе Кайрос! Это не реклама! Просто это кафе находится на первой линии, как раз возле гостевого дома «Фаворит» Гостевой дом «Фаворит» Можно завтракать, заказывать обеды, а вот так выглядит видовое кафе Кайрос! Ребята, здесь вы можете испить кофеёк, прохладительные напитки и также с видом на море! Летом, когда погода нормальная, открываются, скорее всего, вот эти вот окна и вы дышите морем, наслаждаетесь, принимаете пищу! Ну, просто классно здесь! А скажите, пожалуйста, сколько средний ценник на обед у вас в кафе? Ну, на 350 можно покупать! 350 рублей – это первое, второе – компот, соответственно, и салатик, да? Цены вполне приемлемые, хотя многие пишут, что на ЮБК очень дорого кушать, ну, вот на первой линии кафе 350 – вполне приемлемая цена! Спасибо огромное! Надеемся, что у вас в этом сезоне будет все битком! Да, его приезжайте! Мы приезжаем, да! Вы только посмотрите, как здесь зелено! Вкусно пахнет! Пахнет не едой, пахнет запахом растений, деревьев! Ребята, мисхур – это прекрасное место для вашего отдыха! Я не устану повторять, что все ЮБК великолепно! Также есть столовая, она еще закрыта! Ну, давайте вот прошлогодние цены! Котлета по-домашнему – одна штука – 75 рублей! Котлета куриная штука – 70 рублей! Котлета рыбная! Салаты оливье – 50, 50, 65! Ну, примерно вот такие цены были в прошлом году! Это кафе, пока я еще не вижу, чтобы готовили к сезону! Ну, здесь вот такая летняя терраса! Столовая у тещи называется, ребята! Домашняя кухня, чебуреки! И мы заходим непосредственно в Мисхурский парк! Ну, это еще, может быть, не сам парк меня поправит! Сам парк вот там дальше! Ну, поют птички! Классно! Да, мы покупали вот здесь выпечку! Выпечка здесь вкусная! Действительно вкусная! Домашняя выпечка! Поют птички! Есть указатели! Вы не заблудитесь! Городской парк! Прямо природная достопримечательность! Классно! Ребята, очень классно! Послушайте! Испугались! Перестали птички пить! Ну и, конечно же, южный берег Крыма это много-много различных котиков! Берите корм! Кормите котиков! Вот они! Котики южного берега Крыма! Толстенькие! Да! Упитанные, потому что их здесь все кормят! Мы в этот раз корм почему-то не взяли! Да! Вы напишите, кормите котиков! Также здесь есть апартаменты! Их еще не достроили! Вот такая высотка прямо в парке! Ну и, конечно, мое мнение, что... Ну, как-то это не совсем правильно! Ребята, не совсем правильно! Ну, что сделать? Построили и построили! То есть, я не думаю, что это какие-то квартиры! Здесь, скорее всего, апартаменты! Апартаменты подразумевают свое проживание без прописки! Напишите, пожалуйста, кто из вас отдыхал на южном побережье Крыма! Кто отдыхал непосредственно в Мисхоре! Нравится вам или не нравится! Ну, нам здесь действительно нравится! Хотя погодка сейчас такая не сильно весенняя! Погодка больше похожа на осеннюю! Плюс 12 часа! В Крыму шли дожди! И дожди сильные проливные! Ну, вот в эти выходные, ребята, классно! Дожди закончились! Прохладно, конечно, плюс 12! Но нам это не мешает! Вы только посмотрите! Как все классно! Вот такие беседки, увитые плещом! Постриженные газончики! Пальмы! Все супер! Ребята, лавочки! Все привели в порядок! Урны! Без мусора! И надпись по газонам! Не ходить! Просьба! Ну и много-много котиков! Мы идем, а котики вылазят из таких зарослей! Вот они! Это артишоки, по-моему, растут! Не из кем! Не из кем! В Мискуре очень много различных гостевых домов, санаториев и пансионатов! Все для того, чтобы вы здесь остановились и отдыхали комфортно! Также, по-моему, есть санатории с лечением! Возможно, я не помню, ребята! Мы просто сегодня показываем, где можно отдыхнуть! Мы же, крымчане, приехали, как я сказал, сюда на выходные, в гостевой дом-фаворит! И сейчас, именно сейчас, вы увидите номер, в котором мы поселились! И также, чем кормят на завтрак здесь! Номер в данный момент, это апрель месяц, стоит 1900 рублей! На двоих завтракам! Также можно заказать обеды, ужины! Ну, все вы это сейчас увидите! Смотрим! Здесь есть столовая! Завтрак с 8.30 до 10! Обед можно заказать! Ужин также можно заказать! Завтрак входит в стоимость номера, ребята! Вот такая небольшая прихожая! Работает с предсистемового вне сезона! Тепло! Диванчик есть, чтобы подождать, пока он готовит завтрак! И давайте зайдем в наш номер! Наши номера! 19-й наш и 18-й Саша! Ребята, номер огромный! Действительно, он огромнейший! Угловой номер! Ирочка! Вы не смотрите, что я в куртке! Я только что с балкончика! Но здесь тепло! Мы натопили кондиционером! Да, ребята, отопление кондишка! Есть вот такая гардеробная! Что есть? Да есть все! Есть вот такая двуспальная кровать огромная! Есть сплит-система! Мы ее включили! Отопление шикарное! Ну и давайте санузел сразу! Санузел очень просторный! Включили свет, вытяжка работает! Туалет, умывальник, душевая кабинка, полотенца даются! Мы уже расположились! Разбросали немножко свои вещи! Есть трюмо, бра, два кресла, есть вот такой платяной шкаф! Ирочка, открывай платяной шкаф! Достаточно вместительный! Там две подушки, вешалки, мини-сейф и также пляжные зонтики! Почему пляжные зонтики, вы поймете позже! Холодильник огромнейший! Даже морозилка есть! Морозилка есть! Шторы! К балкону мы пойдем чуть позже! Вот такая картина! Рабочее место! Небольшой телевизор! Да, мы взяли с собой чайничек! Немножко разбросали свои вещи! Очень классно, ребята! Что? И теперь... Вы готовы? Вы готовы? Они могут не готовы, не готовы, наверное! Ребят, выходим на балкон! Первая линия! Отель-фаворит! Классно! На балконе есть стол, два стула! И шикарнейший вид на море! Пляж-русалочка! Просто прелесть! Да! Весна! Ребята, весна! Пасмурная погода! Ну, смотрите, как классно! Какие виды! Люди на пляже отдыхают, гуляют, звучит музыка! И там теплоходик, теплоходик! Это вид с третьего этажа! Номера класса А на третьем этаже! Класс Б, балкончики там поменьше! Ирочка хотела что-то сказать! Я в шоке! Я когда вышла на этот балкон, просто в мое сердце растаяло! Но номер тоже кайфовый! Не знаю, супер! Ребята, вы просыпаетесь, пьете кофе, до завтрака пьете кофеек с шумом волн! Первая линия! Море заглядывает вместе с солнышком к вам в окнах! Этот отель, это действительно находка в Крыму! Ирочка! Парал! Парал! Ирочка! А теперь мы вам покажем столовую изнутри. На завтрак у нас сегодня омлет, великолепные виды, панорамные виды. Вы будете сидеть здесь, кушать, завтракать, обедать или ужинать и наслаждаться видом моря. Вот так выглядит сам зал столовой. Во время принятия пищи вы можете посмотреть различные передачи. В данный момент мы смотрим рекламу Сбера. Сбер в Крым вошел, ребята. Саша с Ирой уже накладывают себе кушать. Что же у нас есть? Есть хлебушек, есть маслица, кексики какие-то, греночки, колбаска, сырок. На выбор два салатика вот такие вот красивенькие. А почему на выбор? Потому что можно взять один и другой, в принципе. Да, то есть можно покушать и один, и другой. Также здесь овсянка, по-моему, молочко. Вот такой бойлер с кипятком. Кофеек, чаек. Все это есть антисептик для обработки рук. Классная столовая, ребята, классная. Внизу чашечки для кофе, чая, стаканчики, приборы. И вот такой декоративный каминчик. Ну, в принципе, ребята, что вам сказать. Место очень классное. По аллеям парка можно гулять бесконечно долго. Здесь территория просто обширная. За этим парком в Мисхоре ухаживают. Да, его не все можно привести, конечно, в идеальный порядок. Но поддерживают парк, подкрашивают, подбеливают различные фонтанчики, которые в летний период будут работать. И действительно очень много лавочек, чтобы летом в летний зной в тени деревьев посидеть, насладиться вот этим воздухом, шумом моря, который доносится сюда. Надо дышаться вдоволь, оздоровиться. Ведь люди приезжают в Крым для чего? А ну, пишем комментарии. Для чего вы приезжаете в Крым? Оздоравливаться? Конечно, оздоравливаться. Ну, некоторые люди приезжают сюда расслабиться от тяжелых трудовых будней за год. Провести время вот так на ура. Оторваться так оторваться. Ну, ребята, это своего рода тоже расслабление, когда человек меняет картинку, меняет обстановку и приезжает домой, вливается в трудовые будни, уже совсем все становится по-другому. Нужно, нужно менять картинку, нужно уезжать из города, нужно выбрасывать мысли о работе. Опять же, это мое личное мнение. Может быть, вы считаете по-другому. Смотрите, как классно сделано. Вот написано, Мисхорский парк. Дорожки. Ну, все, ребята, все очень и очень классно. Да, что очень много табличек стоит. Если вы не знаете, какое это растение, пожалуйста, можно ознакомиться. Кипарис лузитанский. Не луизианский, а лузитанский. Где такая лузитания есть, я не знаю, напишите. Как-то нехорошо получается. Показали вам только один пляж Русалочка и больше пляжей не показываем. Ребята, так как не сезон, мы зашли на территорию санатория Белоруссия. Здесь находится лечебно-оздоровительный пляж. Во время сезона, когда люди сюда приезжают, скорее всего, проход для простых обычных граждан закрыт. Ну, в данный момент здесь очень много людей. И все это вроде бы в свободном доступе. Медицинский корпус. Вот смотрите, вот такой интересный, как замок, да. Все это на берегу. И здесь уже открыта какая-то кафешка. Там пиво, лимонад, квас. Столики стоят, летняя веранда. Классный также выход на пирс возможен. Хотя надписи такие предупреждающие присутствуют везде. Шторм, купание запрещено. Спассея не обеспечивается. Ну, вот так выглядит территория. Пляжные карты. Проход на пляж закрыт, потому что, ну, вы сейчас сами увидите. Волны, вот такие вот волны огромные. Они забивают прямо сюда. Меня из-за суммы волн, наверное, будет плохо слышно. Но, смотрите, как классно, как кайфово здесь. Сам санаторий в стиле замка выдержан. Но, действительно, это великолепно. Там, я вижу, сделана детская площадка. То есть, сюда люди приезжают с детьми. Ну, классно, ребятки. Это, это бомбически. Действительно, южный берег Крыма, он располагает для такого полноценного отдыха, оздоровления. Вот это море, вот этот воздух. Даже, несмотря на то, что ветреная погода и штормит. Ребята, это просто наслаждение. Это просто загляденье. И мы вместе с вами дошли к станции канатная дорога на Ай-Петри. Станция Мисхор. В данный момент канатка не работает. Идут разговоры о какой-то реконструкции, о переделках, о том, что эту нижнюю станцию будут убирать. То есть, мы видим, что вход закрыт. И доехать на канатке, на Ай-Петри невозможно. Добраться вы можете или на своем личном автомобиле, или возле станции. Вот здесь стоят такси. Ребята, которые на своих автомобилях возят вас туда. Цену проезда на такси на Ай-Петри я, конечно, не могу вам сказать. Но могу единственное сказать, что год назад цена в одну сторону с человека стоила на сколько? Я помню, 600 рублей. На канатке. На канатке, да. И вниз тоже 600 рублей, потому что билет продается только в одну сторону. Честно говоря, мое мнение, что вот эти вот стоячие вагончики, как я их называю, полтрамвая, 600 рублей, чтобы подняться в такое небольшое расстояние, это занапто дорого. Хотя канатная дорога на Ай-Петри это самая длинная, безопорная. По-моему, в Европе даже. Потому что есть отсюда, от Мисхора, пересадочная станция. И дальше это самый длинный, безопорный проезд на канатке. Ну, ребята, как-то так. Здесь есть кафе, здесь все есть, ресторан. И, чтобы вы понимали, Ай-Петри в тумане, канатка не работает. Вон опоры канатной дороги стоят вдалеке. Дымка. Классно, ребята. Но на Ай-Петри побывать стоит. Стоит побывать каждому. Ира пошла фотографировать, делать фоточки. Ай-Петри в дымке, в тумане. Все это она выкладывает на нашем телеграм-канале. Так что, кто не подписан на телеграм-канал, подписывайтесь. Там вы узнаете все новости, где мы бываем, что мы снимаем. Ну, чтобы вы понимали, сам поселок Мисхор. А административно это уже не Мисхор. На картах он называется Кореиз. Представляет различные дома отдыха, коттеджи, гостевые дома, апартаменты, санатории, профилактории, санатории с лечением даже. Ну, в принципе, как-то так. Друзья, у меня для вас есть новость по цене трансфера на Ай-Петри, на автомобили. Цена составляет 600 рублей с человека. Цена такая же, как билет канатной дороги, когда дорога работала. То есть, 600 в одну сторону, 600 в другую. Делается обзорная экскурсия с рассказом водителя, что находится с правой стороны, что находится с левой. Различные достопримечательности. Рассказывают о постройке канатной дороги, когда она построена, кем построена. Но небольшой лайфхак. Подходите и начинаете водителю рассказывать. Сразу не соглашаетесь на цену 600 рублей в одну сторону. Говорите, что в Крыму очень дорого, что вы стеснены в средствах. Ребята вам пойдут навстречу. То есть, это проверено на себе из разговора с одним из водителем. Когда мы крыльчане сказали, что как-то цена завышенная немного на билет, молодой человек сразу сказал, ну, давайте, говорит, за 500 в одну сторону и 500 в другую сторону. То есть, можно договориться о скидках. Сразу не соглашайтесь. Ну, а мы продолжаем наше видео. Очень часто в комментариях люди мне пишут, что в Крыму сталкиваются иногда с хамством. И действительно, когда мы снимали для вас кусочек видео о ценах трансфера на автомобилях на АПетри, я увидел по отношению к себе хамство. С кафе раздались возрасты хозяев. Освободите проезжую часть, отойдите с дороги. На мой вопрос, что это, не общественная территория? Ну, ответ был не очень лицеприятный. Так что, имейте это в виду, пожалуйста. Открыты различные магазинчики по продаже. Пиво, напитков, небольшой мини-рыночек. Все это открыто. Продают фрукты, продают клубнику, помидоры, огурцы. Ну, все есть. Ребята, здесь есть все. Очень много продуктовых магазинов. Так что, голодными вы здесь не останетесь. Кафе, ресторанов, столовых тоже очень много. И мы идем по Олубкинскому шоссе. По-моему, да, это Олубкинское шоссе. Дорога здесь узкая. Летом очень много запаркованных автомобилей. И найти парковку здесь очень тяжело, конечно. Ну, вот кондитерские пекарни, различные экскурсии предлагают. Все это есть. Опять же, много различных отелей, много домов отдыха. Вот так выглядит сам Мисхор. Он же Кореис, ребята. Ну, видим, что возле парка Тель Глория запарковано очень много автомобилей. Номера в основном крымские, потому что на выходные, на майские праздники, а именно в это время мы приехали сюда. Очень много людей выбирается на южный берег Крыма, чтобы подышать воздухом, чтобы провести эти длинные выходные. И смотрите, какая красота. Здесь на заборе санатория Мисхор растет глициния. Ира говорит, давно не видела глицинии в Крыму. Когда мы были в Абхазии, были в Пицунде, там глицинии. Прям заплетены различные здания, такие как каскады, как водопадом. Смотрите, какая красотень. Передвигаться по поселкам Южного берега, вот, например, Мисхор, Кореиз, Алубка, можно не только на личном автомобиле и своими ножками. Можно передвигаться также на рейсовых автобусах. Автобус ходит с автовокзала Ялта до Воронцовского дворца. Вот до... Да, вот до Воронцовского дворца он и идет, вот этот автобус. То есть есть остановки, как часто ходит автобус, я не могу вам сказать. Но, если у вас устали ножки и нет личного автомобиля, можно проехаться на автобусе, например, в Воронцовский дворец, выйти на остановочку, на карте найти остановку и дождаться автобуса. На вот этих столбах, с одной стороны, нет расписания, с другой стороны, есть расписание, насколько часто ходят автобусы. И также внутри самой остановки вот Эра поправляет. Да, я увидела, на той остановке там, прямо внутри, чтобы в дождь не попадала, там, осадки всякие. В общем, расписание есть. Расписание есть, так что, ребята, если вы отдыхаете в Мисхоре и захотели проехаться в Воронцовский дворец, пожалуйста, не обязательно ножками, а на автобусе. Мы вам показывали в начале видео кафе Кайрос. зашли покушать, Ири взяли чебурек, вот так выглядит чебурек, немного надутый. До мяса я еще не дошла, но тесто... Ааа, потекло! Вкуснейшее. Да, тесто вкусное, мясо там где-то внутри. Надутый стоит он 100 рублей. Я себе взял вот такой бульончик с лапшой на перепелочке с перепелиным яйцом. Саша у нас сейчас... Я заказал камеру. Не кушает, он попил копейку. Я кофе попил и все. Причем кофе? 80 рублей, 70 рублей. А, нормально. Вкусный кофе? Да, кофе нормально. В порядке. Ну, в принципе, супчик я бульончик попробовал, бульончик нормальный, кушать можно, я люблю такие вещи. Ну, вот до мяса Яра не долезла. Ну, говорит... Оно провалилось. Да, оно вот оно, вот там вот мяско. Оно там есть. Да. Значит, цены, солянка здесь стоит 255 рублей, значит, борщ что-то 170 или 175, ну, цены, в принципе, ребята, для южного берега Крыма приемлемые. Я полностью все меню отснял. А, Саша даже вот в видео переходите на... Да, я полностью все меню отснял, кому интересно, можете перейти на мой канал. Да, переходите на мой канал. Да, ссылочка будет, как я сказал, в описании. Ребят, помогайте каналу и, ну, вы знаете, что Сашин канал угнали, он открыл новый, взломали, угнали угонщики, да, как это, девятку какую там, вишневую девятку, да, 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 разбросайте его видео своим друзьям, знакомым по социальным сетям, чтобы на него больше подписалось. Ну, и тут же вот такие вот попрошайки, видите, вот, просят, да, лизнуть камеру. Продолжаем наше видео из Мисхора. Как говорится, вечерело. Волна поднимается больше и больше. Смотрите, какая красота, какое красивое, красивейшее, крымское небо. Саша. Такое небо только в Крыму, больше такого нет нигде. Да. Красота. Ира, что ты скажешь? Шикарно. Шикарно. Огромное спасибо всем, кто смотрит наши каналы, наш, Саша, кто поддерживает нас морально, в комментариях, кто наше видео распространяет друзьям, по социальным сетям. Ребятки, вы, наша семья, действительно, по-другому я об этом сказать не могу. Почему я с другими камерами разрушил, вы слушали мою болтовню, но любовались в этом красивом море. море, шторм усиливается и сегодня, если кто-то что фаворит, первая линия, спать будет так под шум моря, ба-бу, ба-бу, ба-бу. Ну, классно. Вечерний южный берег Крыма, это просто прелесть. Вечерняя Ялта, так вообще, она просто прекрасна. Но мы не в Ялте в данный момент, а в Мискоре. Что хочу вам еще раз сказать, ребят, Крым ждет всех нормальных людей, ждет всех на отдых, Крым примет всех. Хоть он не резиновый, но он примет многих. Конечно, огромный минус вот этот причал в Мискоре, куда причаливали, приставали прогулочные катера, он развалился, развалился давно и причал закрыли для прохода людей. Но рыбаки, конечно, периодически выходят на причал, ловят рыбку, поставили какой-то мостик, по мостик как-то пробираются на него. Ребят, несмотря на то, что Крыму погода вот такая вот, плюс 12, ветреное, штормящее море. На стриме нам наш зритель и подписчик Дима, который идет в Якутске, написал, что у них всего лишь на момент съемки, а это 30 апреля, плюс 7 и лед еще не растаял. Ребят, ну это жесть. 5 градусов от Крыма это как-то странно. Ну вот такая погода. Странно для Крыма, может, для Якутска это нормально. Да, погода в Крыму на данный момент такая. Ребят, ну, что сказать, весна где-то задержалась, где-то она задержалась, пути, где-то остановилась, где-то, возможно, тепло, но у нас вот такая погода. Но мы крыльчане не унываем. Мы знаем, скоро лето, скоро море прогреется. Надеемся, что лето не будет дождливым и холодным. Туристы приедут, будут купаться в море. Мы сами будем согреваться, потому что отопление-то у нас отключили 15 или 17 апреля. Да, в квартирах у нас, вернее, у нас лично в квартире, др, ну как для меня. Прохладненько, да, прохладненько, отопительный сенон закончился. И вот, смотрите, вот набережная в принципе здесь заканчивается. От фаворита мы пошли, если стоять к морю лицом в левую сторону. В сторону Ялты пошли. В сторону Ялты пляжи уже закрыты. Возможно, если обойти где-то поверху, будут и открытые пляжи. Ну, вот эта территория, дальше глухой забор, что-то закрыто, возможно, кто-то выкупил территорию. Ну, как-то так, как я говорю. Ребята, сегодня мы посмотрели наше видео. Уверен, Саша на видео вы тоже посмотрели, потому что, ну, наше выйдет позже, у нас много видео. Провели с нами целый день. Межфория. Какой водки? Побывали на двух прямых включениях. это раньше, конечно. Вы слышали, что Саша голодает? Уважаем. Я шучу, ребят. судим, на наших лицах завечерела, не, наше видео сегодняшнее, позитивное. Бора заканчивается на фоне вот этого моря, прекрасного, черного моря, которое сезон ждет всех адекватных, нормальных людей. приезжайте в Крым, как и Ира говорит, приезжайте, приплывайте и... Прилетайте, но не сейчас, чуть можем. Прилетайте в Сочи, берите такси, приезжайте в Крым, ребята. Из Сочи, да, класс, на такси, там всего 12 тысяч, нормально. Я не знаю, не знаю, сколько, ребятки, на этом, наверное, не смеем вас задерживать. Всем пока. До встречи в новых видео. Пока. Подписочка и колокольчик обязательно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok